ассалам алейкум достар бул каштанов минэн каштанов реакшн канала макош кельди низдер и сегодня у нас будет реакция на видео под названием парень из шимкента о переезде в россию что ждет казахстанца в россии ребята я это видео не смотрел хоть она и старая но как старая относительно три года в принципе для ютуба это уже можно сказать и старое видео но все равно интересно интересно что же там расскажут нам парни да я так понимаю на своем личном опыте переезда в россию насколько я могу судить исходя из названия этого видео ну с другой стороны я конечно ребят понимаю что сейчас наверное о переезде в россию вообще никто даже и не помышляет связи с последними событиями и да кстати сразу хочу хотел бы проговорить такой момент неоднократно уже высказывался на стримах и на обычных видео на реакциях что я против всего того что сейчас происходит на украине я вообще в принципе против что чтобы где-то гибли люди гибли люди вообще как бы в 21 веке до век современных технологий возможностей и так далее и неважно где это украина донбасс оливия ирак израиль палестина где угодно ребята хотелось бы конечно чтобы все это уже поскорее закончилось на украине потому что от этого пострадают и в принципе уже страдает только обычные люди ребята политики между собой договорятся а сейчас страдают из будут страдать обычные люди ну я должен был это проговорить до чтобы сразу обозначить свою позицию а мы приступаем к просмотру прежде чем мы приступим ребята коправмет за то что подписывайтесь на канал кто еще не подписался внизу кнопка проходите прожимаете и не забывайте включать колокольчик уведомления и ребята досматривайте видео до конца там мы подытожим все что мы здесь увидели и услышали сделаем некие выводы приступаем салем достар рад вас видеть как всегда и этот ролик вам по большей части сразу да ребята прямо знакомое приветствие салем достар частенько так говорю тоже потому что мне просто огромное количество людей пишет с вопросами о переезде просят звонки и так далее как же быть в россии если ты приехал из казахстана что тебя ждет просто у меня физически не получается каждому отвечать действительно людей очень много кому-то по возможности с кем-то и созванивался многие люди были благодарны и одна семья даже уехала и писала мне спасибо прям очень благодарила но тем не менее вот он живой пример парень который 7 лет назад уехал в томск вырос шимкенте и сейчас я позадаю такие банальные вопросы ну ничего что интервью так так интересно да ребята вы знаете на какой момент обратил внимание вот вот судя по этому парню он как бы русский да ну этнически русский скорее всего наверное родился или может быть основную часть своей жизни пока еще такой молодой до прожил в казахстане и он правильно произнес он произнес шимкент а насколько я знаю обычно русскоговорящие или этнические и этнические русские произносят чимкент или у меня есть такое подозрение что это было еще с советских времен скорее всего да что произносили именно чем кент а сейчас все произносят на казахстанский лад то есть шимкент и даже этнические русские неважно кто я так полагаю все уже говорят правильно шимкент да вот скорее всего вот это причина правильного произношения название этого города интересно может она на скорую руку вот нет времени возможности делать все достаточно прям супер мупер качественно давайте поехали здравствуй саш вот 1 вообще как ты уехал ну что сподвигло это было учебно я познаю но для зрителей то есть ты поступил в универт так интересно я сперва подумал что этот парень будет про себя свою историю рассказывать оказывается он ну что-то типа берет интервью неожиданный поворот я поступил в универт в томске получается сдал экзамены еще до того какие то сдавал и результаты тоже узнал то есть сразу решился я не буду сдавать ент и в виду в россии кто в тот год еще можно было не сдавать вот и смотреть еще получается поехал туда студентом да ну ты когда уезжал ну семь лет назад это получается был 2011 года вот и когда уезжал у тебя ну ты изначально планировал то что блин я там останусь или ты думал ну я получил образование вернусь к себе обратно на родину шимкентом может какой-то другой город казахстана я собирался просто получить образование не собирался оставаться по крайней мере именно в томске я как бы думал что пока буду получать образование решу где останусь куда вернусь не вернусь вот ну как бы казахстан думал вернуться но не в шимкенте думал в алмату в астану или на север блин ребята ну вообще в принципе отличная до практика получаете образование за границей да ну как бы россии для вас за границы понятное дело и потом с какими-то новыми знаниями с другими знаниями а потому что на все равно в разных странах наверное как-то отличается образование но материал принципе он на один и тот же да как бы априори до земля круглая она везде круглая грубо говоря но вот форма подачи стиль подачи и так далее все равно все это другое это наверное как-то сказывается на общем образовании того или иного человека и это мне кажется достаточно такой крутой пример когда человек уезжает за границу получает образование и вот когда он возвращается это уже просто вообще самый лучший вариант исхода на подобного примера даже по моему знаете где каком-то интервью я смотрел а у дудя я смотрел как рассказы рассказывали про каких-то белорусских там чиновников это еще было до вот этих всех событий белоруссии да когда если узнавали что человек едет в кремниевую долину до программист там чуть ли не государство его туда собирал и отправляла чтобы только он там отучился да и возможно чтобы он вернулся обратно с этими знаниями и вот здесь принципе парень с такими как бы мыслями и вот сейчас кстати по ходу видео посмотрим вернулся он все-таки или нет пока как бы непонятно в конечном итоге получается что сейчас ты пока все-таки остаешься там правильно да пока я чувством то есть тебя сейчас уже ну ты все так же еще студент ну аспирант аспирант то есть ты получил уже бакалавр и так далее вот но смотри а тоже такой момент многие студенты могут написать комментариях чтобы этого не было сразу ответим на вопрос делал ли ты это все своими силами или это были деньги там родители и так далее ну чуть громче первое время мне выслали деньги родители и стипендия была вот потом нет нет подрабатывал и стипендию у меня была всегда только на самом последнем курсе перед самым диплом я получил одну тройку и остался без стипендии на два месяца да там получается на два месяца без стипендии но потом я уже в магистратуру уже и снова стипендии ну то есть это не было из разряда что там за тебя полностью все башляли и так далее нет ну самое главное что было было общежитие было где жить вот это основной основная статья расходов вот поесть попить всегда особенно если не шиковать вот еще тоже такой момент но когда ты понял то что ну все скорее всего я там остаюсь здесь вот я вы все я возвращаться не собираюсь вот из-за чего эта мысль к тебе пришла как она к тебе пришла ну как я магистратуру когда поступил я перед ну я бакалаврский диплом делал на другой кафедре на своей и получается мне там же предложили работу и плюс моя дипломная работа как раз была частью этой работы мне принципе это понравилось я поступил магистратуру именно туда и там не уже нормально устроили на работу платили уже неплохо для студента сушеного тоже момента блин вот тоже до момент такой я считаю что в независимости про какую страну мы сейчас говорим казахстан белоруссия украины неважно да если вот происходит такая ситуация если человек видно что грамотный да и решит решает ну как бы принимает решение оставаться в стороне по каким-то материальным как сказать причинам то есть ну элементарно тупо выше зарплата и лучше условия то я думаю что должны какие-то государственные программы существовать вот в данном случае в казахстане кстати не знаю существует они или нет чтобы вот таких студентов как бы обратно переманивать а переманивать как только хорошим хорошими условиями это работа соответственно и оплата и по и мне кажется если все это будет если будут подобные программы существовать и работать 100 человек родом с казахстана всю жизнь здесь прожил в казахстане да знает менталитет культуру и все такое конечно он вернется в казахстан я вот опять же не знаю если такие программы или нет надеюсь что есть но хочется если они есть пускай они работают как бы получше да чтобы вот на примере этого парня который там с одной тройки до учится но явно как бы котелок варит да чтобы конечно же такие люди возвращались в казахстан я сейчас не топлю чтобы прямо чисто за казахстан и казахстан здесь как пример если бы аналогичная ситуация была в россии да что парень из россии уехал в казахстан и ему предложили хорошую работу оплату и он там остается я бы тоже бы затопил за то чтобы он вернулся в россию чтобы были такие программы чтобы конкретно целенаправленные точечные решения были что вот конкретно определенных людей вытаскивать из страны где он учился в страну где он родился чтобы эти знания пригождались вот в этой стране где как бы его корни понимаете как-то так люди будут интересоваться а вот на кого-то учился изначально я учился поступил на радиотехнику и профиль был радиотехнику то есть общий профиль там были различные вариации я был на общем вот а магистратуру я поступил на направление электромагнитной совместимости вот это как раз была первая группа такая в россии потому что наш заведующий кафедры очень сильный специалист в этом направлении и пробил это министерство образования эту магистрскую программу сейчас уже не одна группа сейчас уже четыре группы различных направлений именно электромагнитной совместимости вот и довольно востребованных специальность в россии по крайней мере потому что россияне все кто закончили специальность в прошлом году в этом году всех разобрали с руками ногами слушай но сейчас мы говорим немножко про студентов чуть позже мы немножко по общаемся на тему там допустим людей у которых уже есть семья которые уже давным-давно закончили универ но я быстренько добью по вопросам ну то есть скажи вообще теоретически вот если но мы знаем то что много достаточно ребят до молодых амбициозных но у которых в семье скажем так траблы нет возможности куда-то отправлять человека ну сам понимаешь таких казахстане семей просто тысячи да вот что если парень из такой семьи но он хочет до получить достойное образование может быть уехать в россию кого-то туда тянет да по каким-то причинам а вот скажи вообще реально ли это вот взять просто студент туда с какой-то минимальной подушкой минимальным запасом денег там поступить уехать чего-то как-то добиться то есть это вообще возможно или это из ряда вон повторюсь основная статья расходов это жилье поэтому если вы поступите в универ общежитие вам выделить жилье будет и поэтому деньги понадобятся на дорогу скорее всего большие деньги для многих ну а ля сто тысяч мне бы в рублях 20000 рублей да где-то так ну и на первое время ага вот а еще момент вот ты сейчас работаешь вообще как зарабатываешь деньги сейчас ты снимаешь квартиру правильно да и вот конечно может это в некотором конфиденциально но средняя какая у тебя плюс-минус зарплата можно обязательно точную на которую те хватает денег чтобы ты снимал квартиру ну полноценно там питался существовал городе томск один человек один человек зарабатывает и один или семья в принципе можешь и тот и тот пример привести потому что тебе как бы и тот и тот в принципе ясен ну если минимум вот если тебе пойдет снимать секционку или маленькую гостинку то 20000 рублей получать ты спокойно и снимать и жить и снимать и жить на семью думаю где-то тридцать . да уже а то и за . а вот смотри ну не знаю ребят тоже три года назад зарплата 30 тысяч это конечно ни о чем но принципе если человек один а на семью есть еще и ребенок есть это вообще ни о чем ни о чем тоже важный вопрос а ты говоришь 30 . минимум но реально ли ее зарабатывать если там ты не такой востребованный там скажем так не такая востребованная у тебя профессия то есть ты просто приехал да скажем так ты можешь устроиться и получать твои деньги насколько это тяжело не тяжело ну то есть это как можешь можешь или типа ты приехал походил в принципе неделю по собеседованием где-то добился работы с 30 тысячами рублями ну если вот так вот с наскока так сказать первый опыт то нет однозначно то есть это 20 опыта нету то однозначно нет если есть вполне блин ребят ну честно видео три года назад выложено да на канале соответственно это какой год 19 30 тысяч для 19 года это вообще-то просто это мало-то мало я уж не говорю про москву и питер там вообще это треть от обычной зарплаты наверное по тем временам но не неделю две может быть вот а среднем вообще сколько люди зарабатывают ну именно потомску вот что тебе понятно такая вот население вот если брать казахстан я могу сказать что среднее это но от 80 до 100 120 тысяч это вот средняя а вот если в томске в рублях это сколько ну очень разница например как бы если ты программист за ты очень хорошо получаешь можно сотни получать рублями если ты очень хороший программист если ты слабенький начинающий не мидл а еще там первое не помню но начинающий программист и вполне можешь 20 получать да прям сразу то есть без опыта с опытом так сказать допустим фриланс ну или хотя бы учился ты пока какие-то небольшие проектики делать а даже для себя 20 начальное вполне еще тоже смотри такой вопрос на самом деле ребят как бы странно не было возможно многие думают кто смотрит аудитория казахскоговорящие до казахи скажем так думаю то что такие ролики как бы только для русских которые валят обратно в россию я вас разочарую нет мне очень много людей пишут казахской национальности которые уезжают а теперь такой вопрос он тоже очень много важен как вообще отношение именно к людям из казахстана к казахской внешности я знаю что в томске много казах очень много и предрассудков в этом плане нету и у россиян именно в томске другие города конечно то есть у меня очень много там друзей казахстана и все довольно хорошо устроились ну не все есть кому не понравилось особенно я обязательно должен это сказать там девять месяцев году снег лежит не надо на это понятно и лета длится где-то месяц это когда жарко потом дожди и съездить покупаться получится только вот месяц ну и в остальном город красивый ну и смотри давай наверное завершающая да тоже что вот ты посоветуешь молодым семьям просто студентам просто людям которые вот собрались переезжать и вполне себе рассматривают город томск да или в принципе они еще пока не определились в какой город поехать где себя попробовать вот чтоб ты посоветовал да может что-то такое вот ключевое важное вот который ты получил опыт может что-то вот бы ты хотел сказать вот людям не знаю я туда поехал просто учиться может есть какие-то важные моментики ну они скорее всего и были просто ты уже начинаешь воспринимать как данности как то что и так само собой разумеющиеся и поэтому сразу вспомнить как-то выделить что-то сложно а ну и последнее вот прямо последнее последнее шимкент или томск просто томск но все ладно ребят всем спасибо было давайте ребят обязательно пишите комментарии задавайте вопросы возможности я отвечу буду отвечать и vk пишите но все ребят давайте всем пока 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 да ребята тут и я так понимаю он остался все таки он остался да блин ну как бы каждый человек до имеет право выбора и только ему решать где ему оставаться и так далее по поводу зарплат вот эти вот цифры прямо отчет меня смутили может быть для томска это более-менее нормально но в целом конечно же это мало сейчас в 2022 году это вообще как бы просто вообще ни о чем а тут еще опять же да связи с этими событиями вообще даже страшно представить что дальше будет ребят кстати напишите в комментариях как у вас там вообще настроение по этому поводу и понятное дело до настроение у всех сейчас как бы такое тревожное непонятно можно принципе даже было этот вопрос мне сейчас и не сдавать и так все ясно поэтому видео наверное ребята у меня всем в принципе по ходу всего видео что-то комментировал что-то высказывал пишите в комментариях ваше мнение по поводу моих слов чем согласны чем нет интересно будет почитать ваше мнение подписывайтесь на канал то еще не подписался ставьте лайки всем удачи пока берегите себя